Всем привет! Пани Топодобие! Мы в Киеве. Киев встречает нас очень недружелюбно. Идет что-то среднее между дождем и снегом. Погода около нуля, в отличие от наших, плюс 13 и вполне себе еще осенних. Но какая разница, когда у футбола нет плохой погоды? Потому что завтра, друзья, продолжение той самой сказки, которая началась еще в июле месяце. Вместе с нами, так же как мы летели в Милан, так же как летели в Мадрид с другими болельщиками. Из Молдавии, из Приднестровья, которые ехали болеть за шрифт. В этот раз никто в самолете не летел. Вот удивительно. Но в принципе это можно понять, потому что до Киева многие добираются на машине или на поезде. А мы к тому же прилетели накануне, потому что мы хотим успеть еще и на тренировку, хотим успеть еще и на игру молодежной команды шрифт. Надо сказать, что футболисты прилетели еще утром. Прилетели, правда, они в другой аэропорт. И молодежка, и взрослая команда. Ну давай, небольшой путь вообще, как все начиналось? Мы видели, как сегодня встречали в Борисполе, как колумбийцы. Местные жители, видимо, какие-то, может быть, мигранты с флагами Колумбии, личные болельщики Кастанеды и Арбаледы встречали сегодня в Борисполе игроков шрифа. Вместе с футболистами, кстати, надо сказать, что приехали и те, кто вдохновляет на все эти победы, кто встречает их после игры, жены футболистов, потому что они уже постят вовсю в Инстаграм фотографии с Киева. Шрифт продолжает творить сенсацию в этой Лиге Чемпионов. Он проделал самый долгий путь из всех команд. Начинал с самого первого раунда квалификации, обыгрывал дважды Тиуту, играл с Алашкетом, у которого после игры с Шрифтом, кстати, как бы совпадение, но отправили в отставку главного тренера. Была Цервяна Звезда, был Динамо Загреб и группа Лиги Чемпионов. И нужно сказать, что в отборочных матчах, было 8 отборочных матчей, мы выиграли, Шрифт выиграл 6 матчей, 2, сыграл в ничью, забил 15 голов и всего лишь 2 мяча пропустил. Шрифт теперь это главный бренд Приднестровья. О Приднестровье знают в первую очередь благодаря Шрифту, потому что мы видели статистику запросов в Гугла, когда Шрифт обыгрывал Шахтер, когда Шрифт обыгрывал Динамо Загреб и выходил в группу Лиги Чемпионов, насколько возрастал интерес людей по всему миру к Приднестровью, в Террасболе и Шерифу. Все пытались найти, где это вообще? Кто такой Верни Дуб? Где играет футбольный клуб Шериф? И вообще, что такое Приднестровье? Нужно еще сказать, что про Инстаграм. 17 тысяч подписчиков Шериф вырос до 300 тысяч. Это как минимум уровень. У него болельщики, как минимум, в Южной Америке более 16 тысяч, только поклонников футбольного клуба Шериф. Ну, в любом случае, несмотря на то, что мы знаем, этот матч уже в турнирном плане ничего не решает, но это та же самая Лига Чемпионов, в которой играют те же самые гранды футбола. Шериф уже привез в Террасполь всех возможных, наверное, звезд мирового футбола. Ну и эта Лига Чемпионов продолжается, и завтра будет еще один не менее, я думаю, важный матч. Мы здесь, Шериф здесь, ждем завтра продолжения сказки. И надеемся, что погода все-таки будет поприятнее. Из Киева Денис Мартыненко, и там за кадром Владислав Лукаш.